Свои годы восемь Жорик так и не сказал самое главное слово. За семейной драмой в поселке Новый Свет следил весь Донбасс. Земляки Светланы Климовой собирали митинги в защиту ее материнских прав. Отец сыном почти год скрывался от судебных исполнителей в Крыму, Донецке и Мариуполе. Судом ему обрано запобежный захид в виде домашнего арешта. Свою провину батько признав полностью. Как только Жору вернули матери, начался ад. Светлана уверяет, что родственники бывшего мужа терроризируют ее семью звонками. А на днях напугали малыша, выбивая двери квартиры. Приходила Юра, приходила Аня. Выбивали нам двери, звонили. Они хотят видеть Жорика, ну сына. А я говорю, нет, обращайтесь в суд. Пускай суд распоряживается. Я хочу, чтобы ребенка, как он его возьмет и увезет ребенка опять. Надо, чтобы кто-то присутствовал из исполнительной службы. Если они так будут настаивать и жестоко вести себя, мы будем вынуждены просто переехать отсюда. Просто переехать, оставить и все. Потому что ребенок должен чувствовать свободу. Он должен посещать улицу. Он должен общаться с детками. После долгой разлуки Жорик стал потихоньку привыкать к маме и бабушке. У малыша отличный аппетит, у него появились любимые игрушки. Условия, в которых сейчас проживает ребенок, проверила специальная комиссия. Спал уже хорошо ребеночек, купали ребеночка. Все нормально. В квартире все есть для того, чтобы растить. Ребенка и кроватка детская, и прогулочная колясочка. И купили, показали нам вещи детские. И костюмчики, и футболочки, и кофточки, и шортики. Соки, пюре. Все нам показали. Холодильник полный продуктов. Пока мать с сыном боятся выходить на улицу. Избегают встречи с родственниками бывшего мужа, которые грозятся забрать малыша. Во время эфира мы проводим телефонное голосование. С кем должен жить ребенок после развода? С матерью, отцом или с тем, у кого выше достаток. Номера телефона вы видите внизу экрана. Также голосование проходит на нашем сайте и на наших страницах в соцсетях. Высказывайте свое мнение. Нам это важно и интересно. Вера Витальевна, вам первый вопрос. В данной ситуации, я думаю, что она очень распространена. Такие истории, когда не находят общего языка родители, не могут решить все-таки, как же будет лучше ребенку, и пытаются вот так вот решить этот вопрос. Идет ли здесь речь о нарушении прав ребенка? И что вы можете как специалист посоветовать? Прежде всего, нарушаются права ребенка. По конвенции ООН, к которому Украина давно уже присоединилась, ребенок имеет право на семейное воспитание. И куда же делась та любовь, которая была между родителями? Почему они так быстро забыли о том, что ребенок – это плод их взаимной любви? И иногда мы просто удивляемся, какой поток обращений, жалоб, писем поступает именно по этим вопросам. Споры о детях. По определению места жительства ребенка с папой или с мамой. По участию в воспитании ребенка. То есть, когда органы опеки попечительства, то есть исполкомы и районные администрации должны выносить решение, устанавливая график общения. И даже потом, если не выполняют решение органов опеки родителей, тогда они обращаются в суд. Это следующий этап. И наши службы готовят высновки, выводы по целесообразности проживания ребенка с мамой или с папой. Прежде всего, конечно, учитываются, вы совершенно правы, интересы ребенка. Учитываются условия жизни, составляются акты обследования жилищных условий, проводятся беседы с мамой, с папой. Если ребенок уже может высказать свое мнение, обязательно оно учитывается. С 10 лет. А с 14 лет ребенок уже сам может определить свое место проживания. То есть, самое сложное, это, конечно, до 10 лет, наверное. Но в Конвенции ООН сказано, что дети до 10 лет преимущество за мамой, если нет каких-либо противопоказаний. Если мама не увлекается алкоголем, наркоманией, имеет свой доход, работает, то тут вот это суды тоже всегда это учитывают. Вот такую ситуацию, как вы сейчас показали, к сожалению, они у нас бывают нередко. Когда просто становятся врагами родителей и забывают, что наносят этим самым... Вот вы видели, что ребенок даже говорить сейчас нормально не может. Пострадал ребенок. Андрей, у меня к вам вопрос. Вот Вера Витальевна сказала, что в том случае, если мать не употребляет алкоголь или что-то еще. Но не будем скрывать, что часто отцы, которые состоятельные, они могут себе позволить нанять дорогого адвоката и каким-то образом попытаться решить вопрос в свою пользу. И решить... Мы массу примеров знаем и среди звездных семей такие истории, когда вдруг нормальная мать и почему-то превращается и в наркоманку, и в алкоголичку, и все остальное. И психбольную, и даже упекают в психические больницы. Вот если вот такая ситуация, понятно, что достаток на стороне отца, а мать, естественно, она любит ребенка, но как ей защитить себя в такой ситуации? Вы правильно сказали, Светлана, по поводу того, что те отцы, которые имеют большие деньги, возможности связи это могут сделать. Если таких связей, скажем так, и денег нет, то в более законной практической точки зрения это очень тяжело сделать. Естественно, ребенок в большинстве случаев он с мамой. Но те отцы, те мужья, бывшие, которые хотят каким-то образом, чтобы ребенок с ними был, хотя в большинстве случаев, честно говоря, в моей адвокатской практике, они это просто делают из-за ненависти к жене. Наказать мать хотят. Да, чтобы ненависти к жене, потому что он заниматься ребенком в большинстве случаев не будет. Он может кому-то будет платить. Это уже из практики тоже известно, да? Это подтвердит любой человек, любой адвоката. Это просто из-за ненависти к жене делается. Или наоборот, из-за большой любви к жене, может быть, чтобы удержать ее таким образом. Это уже вопрос к жене. Да, и те, кто могут себе позволить, вот так и делают. А реально очень тяжело. Вот в этой ситуации, которую мы видели в сюжете, здесь только можно посоветовать только одно. Тут просто уже все суды прошли, все стадии уже давно закончены. Здесь только можно говорить о том, чтобы она обращалась конкретно в правоохранительные органы, конкретно в милицию, для того, чтобы какие-то превентивные меры правоохранительные органы приняли по защите этой семьи от потенциальных угроз. Но я опять же говорю по своей практике, по практике своих коллег, в большинстве своем случаев, когда правоохранительные органы, я говорю сейчас про милицию, не говорю про исполнительную службу, слышат вопросы бракоразводных, бракосемейных отношений, они всегда стараются дистанцироваться от этого. Они говорят, идите в суд, это гражданские дела, это семейные, мы в этом не разбираемся. Только если их каким-то образом заинтересовать можно, то хотя они стараются помочь. А реально они дистанцируются от этого. И вот в этой ситуации, на самом деле, если честно, брать, с точки зрения действующего законодательства Украины, я даже не знаю, кто может кроме милиции ее защитить, если только друзья не придут и не защищат ее. Но милиция, кстати, не очень любит подобные тоже истории. Конечно, да. И они тоже, естественно, понимают, что часто родители потом мирятся, и у милиции просто только головная боль и лишняя работа. У них презумпция не вмешательства. Вот они все сделали для того, чтобы не влезть, не дай бог там не... Но у вас есть опыт вот других стран, например, как там ведут себя вот в подобных ситуациях? Та же полиция... В других странах нету большого количества разводов, понимаете? У них проблемы, это не настолько острые. Но тем не менее, им тоже не чуждо это практика. Там четко выписана процедура. Там четко выписана процедура о том, как ребенок кому должен передаваться, четко выписаны дни свидания, это все быстро делается. То есть роль полиции там минимизирована, да? В экстренных случаях. Это экстренная ситуация. Экстренная ситуация. Здесь вообще все должно было быть без всяких правоохранительных органов. Четко есть решение суда. Мы об этом слышали из сюжета. Это очень хорошо, что есть решение суда. В 90% случаев суд определяет местонахождение мамы. Я поддерживаю, я считаю, что ребенок нужно с мамой расти. А если ребенок, вот ситуация, допустим, если ребенок находится с отцом, да? Допустим, не отдает он отец матери. Вот та история, о которой мы говорили. То есть состоятельный отец не хочет отдавать ребенка матери. Она не может находиться, допустим, по определенным причинам уже в семье. Она вынуждена уйти, подает на развод. И ребенок на момент развода находится с отцом. И как матери доказать, что вот такая ситуация произошла? Аналогичная ситуация у меня абсолютно похожая. Похожая, по пролетарскому району. У нас, как обратилась там женщина, там такая ситуация интересная была. Получается, они жили в браке, все было как бы в порядке. Но потом как-то договорились встретиться. Там поругались они предварительно до этого. Просто рядовой увидимся. Предложил муж, отец ребенка. И они увиделись в центре пролетарского района. Он просто взял ребенка, положил его в машину и уехал. Это было в августе 2012 года. И он сразу же подал иск. Хитро сделал такой шаг. Ну, видимо, посоветовали юристы, да? Да, он очень обеспеченный человек. Очень обеспеченный человек. Вот. Ну и мать ребенка тоже непростая. Тоже посоветовали хороших адвокатов. Вот что ей посоветовали? Да, она выиграла первую инстанцию. Благодаря чему? Как она действовала? Ну, понимаете, там для того, чтобы определить место жительства ребенка не с матерью, нужно доказать, что у матери плохие состояние финансовое, условия работы. То есть независимо, с кем находится ребенок, с отцом или с матерью на момент суда? Да, это нужно доказать. У нас просто в Семейном кодексе и в практике еще со советских времен заложена презумпция того, что ребенок должен быть с матерью. Любой судья, когда берет дело, он, естественно, исходит из того, что ребенок должен быть с матерью. И как нужно посмотреть на дело, чтобы он не был с матерью. А вот в нашей ситуации, в моей ситуации, да и здесь, в принципе, жилищные условия есть, финансовые условия есть. Выиграли мы первый суд и апелляцию выиграли. Он все равно не отдает в нашей ситуации. Он все равно не отдает. И исполнительная служба, я думаю, об этом уже прокомментируют вообще, по подобной ситуации Федор Федорович, он более компетентен. Исполнительная служба, она возбудила дело. По идее, должен исполнитель прийти и взять этого ребенка. В присутствии, по-моему, если не ошибаюсь, даже правоохранительных органов. И вернуть его матери. Но, опять же, это тоже вещь серьезная. Человек он состоятельный, он может там, каким-то образом, и административный ресурс использовать. И на сегодняшний день ребенка матери не вернули в нашей ситуации. Тут вернули, как я понял. То есть, каким-то образом добились. А мы написали заявление о краже ребенка. Что вот тогда он украл ребенка, отец, и таким образом совершил эти действия. Хотя все это, конечно, довольно примитивно. Потому что он тоже сделал очень умный шаг. Он подал в Верховный суд. Из Верховного служба пришел документ, потому что пока все это идет в разбирательстве. Никаких мер не предпринимать. Но он выиграл время. То есть, еще год он продлил нахождение с ребенком. Я в таких ситуациях советую действовать неюридически. Прийти, собрать точно так же у него. Потому что у нас механизм, в сожалению, на сегодняшний день отработанных. В Украине не существует по возврату ребенка. Заявление написать милицию, милиция даст отписку. Самому нужно приходить и забирать в ситуацию ребенка. И все. Ну это нам сейчас, вот Александр, чуть позднее расскажет. Как это может отразиться на ребенке, если родители будут его рвать на куски, фактически. Здесь в конце прозвучало желание родственников со стороны отца. Тоже участвовать в воспитании ребенка. Да, действительно, и бабушка, и дедушка имеют на это право. Но вот в их случае они не обращаются в начале на орган опеки попечительства. Они должны сразу обращаться в суд. И также будет суд рассматривать этот вопрос и устанавливать им время контакта с ребенком. Да, это говорится о процедуре. Совершенно верно. Но тут самая большая загвоздка, это на стадии исполнения судебного решения. Это самая большая проблема. Добиться решения, все мы знаем, какое оно будет, будет с ребенком, будет мама, будет с ребенком. Вот как потом обеспечить исполнение решения, это другой вопрос. У нас нету страха у многих граждан и у отцов перед решением их суда. А вы можете посоветовать что-то? Посоветовать я могу много чего. Пользоваться будет мало. Потому что у нас система не работает, к сожалению. Но нет безвыходных ситуаций. С другой стороны мы всегда говорим. А никогда не нужно опускать руки. Я всегда советую биться за ребенка. Любые предпринимать меры законные, естественно, для того, чтобы вернуть своего ребенка. Вот наша ситуация. Но я добавлю, если можно, что все-таки биться за ребенка, если действительно вы ребенка любите, делать это ради ребенка, а не для того, чтобы навредить матери или навредить отцу. Правильно? Само собой, да. Это совершенно правильный вариант. Но, к сожалению, не всегда так бывает. Федор Федорович, вот по поводу того, что Андрей сказал, что иногда отцы, как вот процитирую, пытаются использовать административный ресурс. Мы понимаем, о чем идет речь. Были ли у вас подобные истории и чем они закончились? Ну, комментирую.